Мне не оставили шансов, нет, все. Я считаю, что я струсила. Я струсила делать выбор, поэтому я его сделала сразу, чтобы закрыть все будущие вот эти двери. Больше не говорили, что у тебя же есть крест, который ты должна продавать. Конечно. Там не только крест. Нет, в фонде как раз никто никогда так, именно в самом фонде. Там есть еще дружба. Там масса чего есть, где ты думаешь, ну как бы, ладно, просто загляну в эту дверь. Я не буду туда входить. Я только лишь загляну. И все, и ты делаешь неправильные выборы и дальше. Ну, как бы, я не приехала в Россию. Я приехала сразу в Латвию. И у меня был какой-то, какой-то был, ну, у меня еще отпуск был, поэтому были какие-то дни, когда я никого не подставляю своим отсутствием в качестве работы. И мне нужно было за это время уже окончательно понять, я возвращаюсь или я не возвращаюсь. И, собственно, я вот в этом монологе таком внутреннем. Ага, а потом придет Вася и скажет, тюпа, а я ж отыск. Иди, Вася, нахуй. Да нет, ну, как бы, я все время вот это прокручиваю и подумала, нету, я не хочу делать этого выбора. Я не хочу. Насколько сложно тебе сейчас... Давай я не так начну. Нам всем, кто уехал, как-то по-разному сложно в этой новой жизни к ней приспосабливаться, как-то продолжать прежнюю жизнь, прежнюю работу, начинать новую работу, как-то выплывать в новых обстоятельствах. Со стороны кажется, что тебе это не сложно, а довольно просто. Ну, вот, тем более, что мы все видели и слышали, что ты получил даже приз в Латвии как актриса года. Да, удивительно, да. Просто ли тебе? Ну, слушай, я понимаю, что надо, надо жить, надо дальше, надо жить. Какие-то вещи выбивают почву из-под ног, какие-то опять заставляют сбалансировать равновесие. Просто я не хочу говорить какие-то вещи, но пока идет война, ну, жить как жить, получается, вообще не получается. То есть ты такая некая оболочка, у нее есть обязанности, и ты эти обязанности выполняешь. Потому что, кроме того, что я человек, я ищу мама, которая должна думать о своих детях. Но пока идет война, все мое сознание вот в этих новостях, я туда просто как муха в паутине, я не знаю, в янтаре уже там застыла. А вот эта вот как бы оболочка моя, она ходит, что-то делает, играет даже. Ну, то есть, сейчас, мне кажется, что ты немножко лукавишь. Ты когда... Мне вообще никто не верит. Да, 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 да. Как не знаю. Да, 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 понятно, что и платишь в интервью ты тоже, потому что слишком хорошая актриса. Да. И все время... Ну, кажется, что я лукавлю. Ну, мне нечего сказать. Это так. Меня, конечно, радует, когда меня люди на улицах там подходят, обнимают украинские беженцы. Для меня это важно, мне это очень важно. Когда на концерты, сейчас у меня были концерты в Америке, приходят украинцы и благодарят. И как-то, ну, как-то что-то получают за счет этого концерта. Мне вчера я звонила узнавать, какой у меня счет на телефоне остался. И мне оператор, я не знаю, кто это, сказал, сказала, как здорово, что вы в Латвии живете. Я очень рада. Ну, как бы это все ужасно приятно. Но если говорить глобально, я не знаю перспектив. И даже, как бы, ну, и не думаю о них. Ну, и что? Ну, я не жалуюсь. Это не то, что там я хожу там... Ну, как бы такая ситуация. Я не могу... Потому что я читаю вот это постоянно, что не тратите время в соцсетях, лимитируйте это. Да, ты же читаешь весь хейт про себя. Нет. Нет. Зачем это не надо? Нет. Я читаю новости, паблики, всякие там рассуждения, возможно, и сценарии. Какой хейт? Ты же... Нет, интересно, конечно. Ну, интересно же тебе, да. Нет, нет, тебе хочется как-то побороть всех вот этих людей, которые... Или как-то, не знаю, переубедить или уничтожить тех людей. Если бы ты была как Грейс в фильме «Догвиль» Ларс фон Тригер, и тебе бы дали пистолет. Ты бы хейтер в своих... А, или как твоя героиня в спектакле про Мандельштама. Там, где... Не про Мандельштама. Про Мандельштама. А, когда я убиваю, убиваю в конце, да. В конце спектакля ты школьный учительница. Лучше, как героиня в Петрово в гриппе. Ну, или так. У тебя много героинь, когда все вроде в порядке. В спектакле «Промодельштама» там школьная учительница, у которой дети шалят, а она достает пистолет и всех. Да, хочется. Но это была бы слишком легкая смерть для них. Я думал всегда, когда я раньше не сидел в соцсетях, я думал, что все там, которые в соцсетях сидят, только умные и патриоты. Возьми там 10 профессоров, придумай самые умные слова, напиши, там есть люди, которые будут критиковать. Критикуют так глупо, она вообще не понимает, как так можно думать. Человек разве может о таком думать, я не знаю, говорить, я вообще не знаю, даже мысли не могут приходить в голову, такие глупые, искаженные. Поэтому очень страшное дело в соцсетях. И можно больше делать все, чтобы молодые дети не сидели в соцсетях там. У ваших нет детей аккаунтов разве? Нет, у нас, у моих детей там… У вас-то есть? У меня-то есть, но у моих детей нет. Зачем им нужны, что они будут делать? У них график загруженный там, расписанный там, вот каждый там час, секунду, поминутно там, вот у них каждую неделю расписан. Поэтому им не до интернета, не до инстаграма, там не знаю, контакт или мальстер там. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!